Подруги, привет! Снова мы вещаем из Рижского роддома, с нашей палаты. Прошла, получается, вторая ночь и третий день уже здесь, как мы находимся, но не именно в этой палате, а в принципе в роддоме с момента поступления. И сегодня отличный день, просто потому что нас отпускают домой. Малыш мой, со слухом явно у него все хорошо, и акушерки, и доктора, в общем все, кто приходит к нему, сразу изумляются в том, что, ну вот, молодец, слух можно в принципе не проверять, все у тебя нормально. Как только начинается хоть малейший разговор, хотя бы малейший шум, человек сразу начинает, в общем, просыпаться, что, собственно, и сейчас происходит. Но я думаю, так как мы сегодня начинаем наш влог, то это не самое худшее, потому что, конечно же, я уверена, что больше всего вы хотите видеть его, а потом уже на втором плане остаюсь и я, и все остальное. Так вот, у нас сегодня, получается, значит, утро, нас осмотрели педиатры, нас осмотрел гинеколог, в общем, со всех сторон нас посмотрели. И в целом вердикт один, все живы-здоровы, у вас все хорошо, и нет никакой необходимости вам оставаться еще на день в роддоме, поэтому сегодня можно нас выписывать. И, собственно, сегодня этим мы и займемся. Нам единственное, что нужно сделать в течение дня, это сдать последние тесты, получить ребенку вакцины, и все, мы можем отправляться. Выписывают нас в 3 часа, но так как родила его я в 3.43, 48 часов назад, от 3.43, то нам последним делом нужно будет сдать еще генетический анализ, тест, который, в общем, в целом покажет очень важные истории малыша, ну, и исключит очень неприятные заболевания. Это все пока мы в роддоме, но на самом деле сегодня я думаю только об одном, о том, как мы встретимся с Рэмом, и как Рэм вообще встретит своего маленького братика и маму, которую он уже не видел, ну, получается, сколько, третий день? Да, третий день. Печенюшка моя маленькая, ну что же ты расплакался? Ну, скажи, мама, будешь меня? Здесь невероятно жарко, ужасно жарко, поэтому малыш мой всего-то навсего в водике, голыми ножками, ой, прям жарко нам с тобой, да? Так, подружки, тут ни минуты покоя, мы пошли на прививку, потом. Прививку сделали, благо человек спал, я особо-то ничего и не почувствовала, не понял, что произошло. Да, все, БЦЖ у нас сделано, и скоро будешь тоже говорить, ну, братья, подруги, привет. А как у нас с ним дела? Мы, значит, столкнулись с прекрасной вещью Меконий, которая постепенно выходит из организма, и он, наверное, один из тех малышей, которые, ну, в целом, хорошо, как бы его высвобождают, но в то же самое время он его очень беспокоит, плюс ко всему, ребенок постоянно на подсосе, просто, я не знаю, ну, каждые 20 минут, наверное, если он не спит, если он засыпает, и у него все в порядке, он подольше поспит, ну, то тогда, конечно, я могу немного передохнуть, и грудь моя тоже. Но в силу того, что он постоянно на подсосе, и у него очень-очень развит рефлекс сосания, то он, конечно, часто просыпается, и от этого мы вот с акушерками здесь пытались найти лучшие способы, как его успокоить, как ему помочь, как помочь животикам, поскольку вот когда он все время сосет, то есть он удовлетворяет, во-первых, свой рефлекс сосания, во-вторых, какие-то капли попадают в его желудок, и система пищеварения начинает работать, ему вроде как становится легче, но как только он перестает сосать, и там у него воздух, который он заглотил, попадает, мекония это все дело блокирует, и как-то в одном месте держит, то он, конечно, начинает ощущать дискомфорт, просыпаться, и начинает, в общем, возникать, кричать, плакать, драться, ногами, руками махать, и, в общем, видно, что ему очень-очень тяжело. В общем, поэтому мы всеми способами пытаемся ему помогать, массажики, животики, ножки, в общем, чтобы уходили газики, чтобы он какал, да, и чтобы человеку становилось легче. Также попробовали предложить сосочку, он ее в целом берет, но так как он все время на груди, то, конечно, эту соску, ну, как бы, минимально он ее использует, да, да, пока нам она не особо-то помогает, но в любом случае, в те моменты, когда я чувствую, что у меня уже соски начинают болеть, они уже начинают болеть от частого использования, тогда, конечно, соска будет помогать, но это уже чуть-чуть попозже, пока мы, в общем, в основном на груди. Сегодня день съемки 15 число, вот мой живот после родов, то есть это получается трассовать заново, второй, второй день полный после родов, но пока сильно беременной. Надела уже нижнее белье модела, эти трусы с животом, они мне очень-очень нравятся, они, понятное дело, для послеродового, как бы, живота ничего не делают, но в целом не очень комфортно, так как здесь ужасно-ужасно жарко, то, в общем, я по палате хожу только в белье для кормления, и, в общем, все два дня до этого в подгузнике, и сейчас уже сменила его на моделовское белье и прокладку, потому что в этот раз, слава богу, кровотечение минимальное, и, в общем, уже можно переходить плавненько. Я даже не использовала всю упаковку подгузников, которую взяла с собой, зато пришлось купить прокладки, которыми я вообще не планировала пользоваться и которые, в принципе, я не так-то сильно люблю. Круто, что у него абсолютно все получается с кормлением, он присасывается, уже приноровился, ну, или, по крайней мере, мы на пути к тому, чтобы уже понять, как нам удобнее, как нам лучше, но в целом самое удобное, это, конечно же, подушка для кормления, поскольку тогда и мне легче контролировать то, как он захватывает грудь, и ему удобно есть, и, в общем, мы вот как-то вот кормимся. Плюс к всему, если пробовать хаку, мне кажется, тогда и сидя легче ее, ну, как-то поставить, поскольку здесь ножки малыша, и надо еще тоже приноровиться и понять, как же ей пользоваться, поскольку места здесь не так-то много, и опрокинуть ее, ударив по этой бутылочке ногой, очень легко. Да? Ну, мы с тобой будем пробовать. Покрылся уже весь красными такими прыщечками, сыпью, это нормальная история для новорожденного малыша. Я, кстати говоря, еще тоже в соплях, все-таки Рэм, который у нас немного простывший, он меня успел подзаразить, перед тем, как я уехала в роддом, и буквально вот вчера у меня уже все, сопли текут, горло першит, и я уже такая, да, понятно. Поэтому особо малыша не целую, Рэм тоже, наверное, должен будет сдерживать свои эмоции. Ну, что делать, как есть, все-таки сентябрь, старший ребенок, ну вот мы сразу сходу, и как бы вот с этими все всеми детскими соплями, и вот поступили. Да? На балл у нас еще сегодня важная новость, мы объявляем имя нашего малыша. Так что, кто очень-очень ждал конечного результата, какое имя мы выбрали из трех, Марсель, Эйден или Грант, ждите и смотрите видео до конца, не мотайте. Нет, не читится мне тут, и смотрите до конца. Сегодня будем объявлять. Еще сильно приятные обстоятельства, смотрю, сколько мне обошлись роды в Рижском роддоме с эпидуральной анестезией, и парковкой, и частными двумя палатами. В общем, за все наше пребывание и все услуги, которые мы получили, мне нужно заплатить 431 евро, то есть это порядка 37 тысяч рублей, из которых 285 евро, это эпидуралка, ну короче, а все остальное 134 евро. Ну, мне нравится рожать в Риге, я вам скажу, с учетом того, что здесь персонал вот просто великолепный, и моя акушерка в родах, она была просто фантастическая, и анестезиолог, и здесь акушерки, они вот все носятся, ну, то есть это, вот правда, я вот смотрю на них и понимаю, что это люди, которые находятся на своем месте, вот именно такими профессионалами должны быть люди, которые работают с рожающими женщинами, с мамами, детками. Ну, в общем, я гипердовольна, когда цифра у тебя выпадает 37 тысяч в общем, за частные палаты, эпидуралки и все остальное, ну, как бы становится жить намного-намного приятнее, так что настроение у меня только что повысилось, еще чуть-чуть. Пойду звонить Арсу и улучшать настроение и ему. Вы смотрите на этого зайчика, тут кое-кто утонул в комбинезоне своего братца, кролика, и получилось, ну, тут конвертик, а не комбинезончик. Ну, печенюшка-то дома готов, мы поехали, вещи уже в машине, Арс с автокреслом ждет внизу, ну, в общем, мы поехали. Так, нажимаем на первый. Привет. Едем домой, малыш. Едем домой. Папочка нас ждет уже, пойдем папу встречать. Принимай человека. Папа сыночком. Смотри, как он утонул в этом конверте, ну, в комбинезоне. Маленький. Красненький уже, да. Так, наша Дуночка. Так, давай-ка я поверну. Фоткаться урод дома не будем. Я тебя с Дуной вместе сфоткаю. Присядешь к нему. Тут нет фотографа, к сожалению, в связи с ковидом. Ну, мистер Зло, ты как братишка твой такой же. Злобная печенька. Вы же злобная печенюшка. У тебя прям лоб, я не могу. Ну, вот, Рэмика два. Ну что, суровый парень, суровая морщинка. Все, автокресло готово. Малыш загружен. Накроем, до машины довезем. И поехали домой. Волнуешься перед встречей с Рэмой? Короче, какой-то неволнительный у меня муж. Ладно, я за всех буду волноваться. Все, поехали. Первый раз на улице. Погода просто прелестная. Ну что, ты сфотографируешься на ступеньках роддома с сыном в Дуне? Присядьте, я вас сфоткаю, что ли. А, ну или стойте тогда. Сейчас будем фотографировать гордого отца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, малыш. Поехали домой. Ай, что для мамы здесь? Цветы. Спасибо, любимый. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, котенок маленький Это твой братик Котенок, ты знаешь, как братика зовут? Это Грант Это твой братик Грант Подружки, братик у нас Грант Посмотри Сейчас ты туча Вау Грантик, аккуратно Очень нежно Он очень маленький Маленький Иди сюда Иди сюда, котенок Смотри, какой он маленький Давай сними шапочку Рэм Смотри Смотри Это твой маленький Ты хочешь его держать? Смотри, садись Смотри 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 Котенок Да, это шапочка Это маленькая шапочка Это маленькая шапочка Рэм Какой он маленький Поцелуй Поцелуй Я поцелую Иди молодой Братик Поцелуй, братик Рэм Сос Рэм Ураль Поцелуй Какой ты мой уны Самую дорогую игрушку Ты мой уны Ураль Аааа Вау Смотри Рэм Повторя Это маленькая звук Что значит Он будет играть с твоими звуками Да? Он очень красивый Рэй Ааааа С có done Смотри С этим динозавром Рэм спит. Самые дорогие игрушки дает. Мама! Мама! Это маленький нос! Ты его подожди, Рэми. Ты его подожди, Рэми. Ты его подожди. Ай-яй-яй-яй! Он так маленький. Да, он очень маленький. Он так маленький! У faut что-либо! Ами-яй-яй. Он так маленький! И И вот тоже? Да? Бои руки с маленькими пальцами. Тихо, 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 тихо. Давай, тихо. На, Лак. И? М-м-м. Тихо. Ты хочешь на ручки взять? Давай, садись сюда. Сюда, садись. Давай, садись. Сиди, ты идёшь. Давай. Сиди, держи. Тихо. Ты держишь одну руку здесь. Вот так, мама будет помогать. Вот так вот. И ты держи как предотвращение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, все счастливы, все довольны Этому товарищу пора переодеваться Ну в общем, все, мы будем отключаться и наслаждаться первым нашим вечером И как-то попытаемся понять, что к чему, что происходит Потому что у нас, как вы видите, происходит очень много чего Ну все, подружки, пока